Да, дело было зашибатое. Везде, где можно и на том, чем хочется. И честно, только не плавал с аквалангом и не поднимался на вершины. А так, все, что доктор прописал, то у меня есть. Теперь, что касается Таиланда. И это, конечно, не Дисней парк, но все то о том, где 90% россиян в обломе, здесь показывается легко. И вот мы когда-то катались и в Самаре на горках, и там была петелька немаленькая, но нормальных горок в Магнитогорске-то и нет. И вряд ли когда-то будет. А вот вам моя мысля. До новых встреч! Таиланда! высота нашей вышки всего в два раза больше а вы хотели бы с нашей посмотреть на город металлургов а не получится а потому как на вышку лазит человек 10 и не более того кстати уровень небоскреба с которого нам предстоит спуститься чуть позже и такого-то в россии и нету так что для массового увлечения туризмом с нифига себе открытиями лучше таиланда то и не найти то есть туда по навесному фуникулёру и обратно почти на парашюте вот чего раньше не испытывал так это чувство настоящего адреналина можно конечно есть москву там есть такие подобные приключения но вот чтобы здесь сейчас и всего за 200 бат это примерно 150 рублей сейчас попробуем ребята мне неподдельно страшно я конечно не возьму с собой камеру за 4000 долларов но что-то меньше возьму чтобы в реал-тайме как увидели сейчас я нажимаю вот все запись пошла теперь поехали высота подъема у меня что твой телефон где-то мне предстоит прыгнуть примерно на 85 метров да господа сандалии решили снять надо в общем ну ни пуха ни пера ну что ж господа куда там мы отправились исчезли сюда красивая страна так приятно смотрится когда тебя подкинувает не детская вот мы и приехали а еще раз да будет еще веселее говорят что а Понятно, да, у нас тоже есть фуникулер, но путешествие к той сногсшибательной точке у меня лично вызвало множество мыслей. Как то, в нашем фуникулере много перегибов, и развалиться в раз-то не придется. Здесь такого нет. Точка внизу и точка сверху. Офигенное удовольствие, если что. В смысле, если рухнет. И вот с такими мыслями мы начали забираться на верхотуру. Такой работник телевидения, не мечтал подняться, но зато магнитогорская телевизионная башня. Почти все мечтали. Вот мы поднимаемся. В центре Баттайя-парк. Конечно, можно остановиться и в таком отеле, так и сколько раз дороже, прямо без половины тысячи долларов, но у вас все включено. Вот такое удовольствие практически каждый день. И так, высота сто двадцать метров примерно. Ну то есть осталось только, ну куда еще подняться? Да уж больше никуда. И летать, честно говоря, неохота. Потому что вот мы взлетели по мановению волшебной палочки. Ну, всего же волшебная палочка обошлась на четыреста бат на двух человек. А сейчас будет самое интересное. Ну, с парашюта я вот допустим прыгал, а вы прыгали? Сейчас попробуйте. Клевенько так, высота. Честно, с мыслями сиями высота да побольше, а оно кому-то надо. Я, конечно, понимаю Владимира Высоцкого, но падать вниз да без вопли это как-то не про нас. И вот она радость то. Можно, конечно, и повыше, но честно, отсюда и преддверия Бангкока видны. И весь Паттай как на ладони. Ну а теперь вопрос, как спуститься? Как подняться вы видели? А вот парашютный спуск. И как оно? Я вам серьезно говорю, мы отдыхаем на все сто и даже больше. И с огромной высоты и вниз, а? Поехали! Блядь! Краткий комментарий Челейкинского, ну скажем так, прикола. Да, прыгал я с парашютов. Честно говоря, больше-то слов-то и нету. Но приехав сюда, вы должны это попробовать. Нас ждет приземление вот в этой точке. А вы сами понимаете, откуда мы прыгали. Так, хотелось бы под конец не сломать ножки. И прокатиться по монорельсовой дорожке. В общем, по-моему, это того стоит. Очень даже неплохо. И вот очередное фото на памяти. Ну а в завершение этого дня, обгоревшие и уставшие, мы собрались, естественно, покушать. Да потому, как столько впечатлений-то было. И это естественен опыт всего 4-5 дней. Ну а вопрос, где вкусить, решался легко. Прямо рядом с нашей трешкой, на улице, либо на ресепшн. Ну и вот, наверное, самый логичный способ путешествия в Таиланде по Паттайе – это на такси. Ну, для начала мы выбрали, разумеется, кондиционированные транспортные средства, чтобы было больше удовольствия, потому что привыкать к жаре надо постепенно. Сейчас немного адаптировались. После посещения Паттайя парк уже и обгорели все. И, честно говоря, даже на такой жаре чисто уральскому пацану и чисто уральской девчонке, конечно, хочется кушать. Но рекомендую ли я вам брать, допустим, мопеды. Движение здесь не такое, как в Индии. Оно успокойнее. Но все равно, несчастных случаев мы видели. И, как правило, опять же, косячат туристы. В большом количестве англичане. Хотя, казалось бы, странно. У них как раз-таки левостороннее движение. Сколько стоит стоимость передвижения по Паттайе? На небольшое расстояние на такси это 100 бат. То бишь, ну, примерно 85-90 рублей. Это расстояние чуть побольше. Ну, такса увеличивается вдвое. И фактически, фактически, вот буквально 3-4 дня мы здесь увидели практически всю Паттайю.